здравствуйте друзья я пришел поговорить с еленой и вот тут у них пока мероприятие видите с утречка это девять часов только-только у них тут такие короткие не знаю 15-20 минутки вот они проходят учему это каждый день такое то есть что-то рассказывают люди которые специалисты технически они рассказывают об автомобилях так что мы сейчас подождем пока кончится митинг и сядем с еленой поговорить вы знали только елену среди русскоязычных таскет работников вот этого дилер шипа но у нас есть еще один тоже по-русски говорит хорошо рожим сторожил не елена нет но вы натурально одессит не совсем хорошая часть но не совсем не воде а где-где родился в городе челска под одесса конечно порт там да там шумно очень говорили мы и произвели себя на свет когда разгрузка погрузка происходит там очень шумно и и ржавчина в воздухе не один рассказывал который там живет хорошо значит у нас разная экспертиза значит если лена продает машины вот тут вот можно сказать в зале да то вы по интернет сейлов как бы частично большую часть через интернет ну как бы мне тоже разрешено и и как пике за рот тоже им если не то же не дело как же это правда что люди которые по интернету торгуются вот он может сразу там 10 дилер шипов идти там торговаться фишка туда фишка сюда и вот лучше цену чем электрон вот в таком формате ему никто никогда не даст это не совсем все-таки живое общение никто не заметит когда пакетки человеку кто тебе больше мешать надо доверия да ими с ним дело до конца так делать нормальные любят в страховом бизнесе я когда был страховым агентом был был период меня в жизни там получалась такая история человек звонит он никогда не получится лучшую цену потому что лучшую цену получит тот кто пришел это его видишь и ты видишь что он адекватный и ты понимаешь что ему действительно страховка нужно не то что он через три недели куда-то переключиться и так далее так далее и уже в руках у людей которые сидят в офисе есть больше инструментов чем ты можешь найти на интернете это в общем в общем-то большая правда дабы часть правды да но опять-таки у вас есть план который надо выполнять или как как ваша работа оценивается есть план определенный кроты кто надо делать видишь и должен как-то конца месяца репортовать большой кэдкватер компании но это тоже к частично хэдкватер вас че хвостит вообще дают вам жару да но не обижают основном не за не за не за не за сейл а за вот этот csi как бы этот вот который приходит после продажи машины кастом радион оценит свою работу уже в в оценках вы как на круизных лайнерах там да и это да как бы очень бьет больно по карману дидершипа и сидите сидит этот вот csi ниже чем положено а я даже не помню чтобы ничего не присылали вам вам еще рано вам еще приходит где-то 10 дней с дня покупки машины и 2 недели после этого я пытаюсь резкость поймать в общем вот вот так а дальше еще если на девушка которая будет в частично в сервисе которая как бы работает в направлении покупок старых машин у клиентов ага им предлагает тут же или старую или новую взамен но это отдельная категория людей через сервис только через один новый но вот лена например лена не продает те кто были бы у да не то что вы специализируетесь я немножко не правильно объяснил есть три департмента здесь это на департмент за селс и сервис так обслуживание да и все могут подавать и юзовые новые машины но мы в основном живыми людьми которые приходят к нам покупать и в машину да есть еще сервис которые просят приезжать в сервис департмент да их есть такая возможность ее оценить эту машину и взять ее в трейд и затем или на такую же обновленную или новую это другие как неожиданно да даже немножко не так я бы сказала он у нас парень на интернете в основном я в основном с живыми людьми когда они приходят а этот департмент они в основном на телефон потому что база большая людей приносит кастом и они имеют доступ ко всей базе сразу ребят а вот такой вопрос вот у нас значительная часть нашей аудитории это люди которые вот пока может быть не готовы купить новую машину а хотели бы там допустим приехал человек выиграл гринкарт лотерею приехал а вот окей приехал хочет купить машину вот вопрос был кстати к нашему разговору сегодняшнему и есть очень много разных рассуждений на тему о том как лучше купить пользованную машину там и дешевле выгоднее разумнее так далее вот покупка на дилершипе вот скажем так в какой ситуации имеет смысл машину которая уже тоже называется при он покупать вот тут не не с рук не с какого-то не с какой-то площадки на улице не допустим в каком-то специальном отделении где только только при он а вот допустим пришел где лишит mercedes там я не знаю toyota ну что то и вот бах это продаются при он автомобиле вот есть ситуация в которой выгоднее это брать прямо на деле шипе да ну вот когда гарантия застрахован этих из маленьких компаний мама папа бизнес да как правило и поэтому на самом деле не очень любят людей которые продают машины да 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 только потому что старую машину покупаешь иди сюда да так вы выпадаете что ты боишься и скусаешься так хорошо так что старую машину покупаешь в нее сел уехал а на завтра ты не знаешь заведется или нет на самом деле когда ты покупаешь больших корпораций такие как вот наши а новички может быть не сильно ценят гарантии у меня такое подозрение что они могут просто не понимать еще и просто нужно правильно гарантию объяснить не человек потому что тот кто просто заходит дилер и горит мне нравится и что у нее осталось мне может стать еще даже гарантия заводская да никто не у нее не забирай а дилер подоставляет еще как бы два месяца гарантию если это овбренд от себя то есть не случайно что-то поломается какие-то по мелочам да да можете сюда не прийти тебе это бесплатно а если покупаешь бэнс который имеет и заводскую гарантию остаточную и еще год гарантии сертификация это как бы просто писал майн это 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 хорошая вещь а вот такой вопрос мы когда были там на лексус ком деле шипе я был удивлен что машина которая нет называют сертифайт pre-owned на гарантии лучше чем на новый у вас тоже так да а а почему лучше по майл потому что майл там больше потому что там тебе год который сверху на границу заводскую да она не имеет лимит на майл а заводская гарантия имеет и по по времени и по майл да три года и 50 тысяч майлов да поэтому как бы иногда не всегда иногда удобнее годовалые машина покупать сертифицированное потому что у них дольше гарантия и они уже доведены до уровня но то есть можно ли сказать так что если ты хочешь машину которая была употреблении то есть смысл присмотреться именно к сертифайт pre-owned или они за эту цену накручивать что может быть она того и не стоит или как что дает совершенно как бы неправильное направление по цене во первых любой плач или бренки придет а быстро обесценивается первые два-три года на теряет вуалит так вот гарантия не обесценивается она остается то же самое и цена на сертифайт машину намного ниже чем на новый да а гарантия то же самое то есть на самом деле это очень выгодный расклад остается спросить чего же это компания так а мы практически подаем параллельно сертифицированные новые в тех же самых пределах 180 200 машин новых и 100 140 юзер вот пришел мой клиент он сейчас прячется так американский парень прячется пришел вчера вечером покупать присматриваться говорит что я на интернете смотрел ничего более чем 2014 год из мерседеса не мог себе позволить нашли машину 2017 года 9000 миль за 27000 а новая такая сколько 39 и класс а вот такой вопрос это как бы всех интересует вот начиная от меня и кончая там большинством наших зрителей все-таки что у нас с полностью электрическими автомобилями и вот где например мерседес в этом процессе стоит уже была модель вот которую сняли да очень симпатичная кстати маленький рейндж мало ездила майла под 100 батареи хватает ну а я вот сейчас смотрел недавно там уже показывали мерседес батареи которые 300 миль ходит 250 300 мили но она еще не здесь не будет для американского маркета на руках в германии и создали обычно мы запаздываем на целый год и модели другим немецкие приходят на год позже вам как как sales people вам что что говорят обещают ну вот это все равно но все-таки какая тенденция мы мы подписали из того что можно сказать из того что мы прием подпитками проблема не проблема то есть у нас вот этот бейкласс который мы продавали и мерседес очень любит я уже говорил это очень любит когда основная часть машины до не сделано мерседес батареи это легко понять батарея была тесла и то есть как бы не нравилось да поэтому мы она у нас сколько машину три года было и гулять 14 штаба и ее убрали из производства в семнадцатом году купили еще один завод который делает батареи и теперь у нас на сегодняшний день у мерседеса теперь три это это не в америке да делают не машина будет 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 немецкая следующая металлическая машина но просто взять где батарею делать это тоже хорошо ладно неважно чем не расскажу короче вот эта батарея должна давать там 300 миль до 300 до 300 интересное что теперь у мерседеса есть контракты когда они батареи ну если завод есть конечно чё же ну что же хорошо то есть где-то вот мы ну что годик-два будет я то что то что я знаю да как я вам скажу да 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 за все нет 21 22 потому что я вот жду у меня три года лиз правильно я теперь думаю я уже присматриваюсь вот замечательная вещь лиза да только машину взял а уже думает что следующее так дует почти очень много наших клиентов потому что лизовая лиз очень популярен и из ста процентов людей покупающих новой машины лиз порядка трех четверти вы ответили на один из вопросов которые у нас задавали 75 процентов особенно этого дилер шипа это лиз это биба кастом а вы вы не не случайно не являетесь там крупнейшим дилер шипом там мерседеса в америке нет такого нет но но с калифорнии да то есть вы больше всего в калифорнии продать в норд калифорнии а северной калифорнии да потому что еще есть нас три три дилера шипа там у нас есть калифорния там у них есть три больших дилера это house of import и торренс они очень громадные это где-то в лос-анчелесе это вырезаем так очень большие дилеры зачем сказал не так не нужно чтобы люди чтобы люди знали что здесь больше нет да так хорошо просто здесь много людей с денежкой в принципе поэтому когда я на audi заходил они сказали что мы крупнейший в америке там дилер шип что вот никто в америке столько не продает по нашему папа нашей инвенту и как это по русски сказать ну инвентурии нормально да и по размеру мы одни из самых больших выросли до большие да ну отлично вы знаете что я хочу сказать что сейчас вообще время такое что вот мы когда прошли там через десяток дилер шипов sales people нету вот заходишь и никто к тебе не подходит я почему расскажу что никого нет и и толпы людей ходят а те кто казалось бы должен был ими заниматься они все заняты миша вам повезло в этой жизни вот два раза повезло один раз а что за анекдот анекдот обязательно это не анекдот это была жизнь а мы не одну секунду нужно отличить как клиенту ну хорошо давайте мы сделаем перерыв я треногу принесу и мы дальше пройдешь